Памятник Ивану Сусанину. Начинаем экскурсию по Костроме. Памятник назывался Михаилу Романову и поселянину Ивану Сусанину. После революции, конечно же, пролетариат не потерпел колено преклоненного народного героя. Памятника у нас теперь нет и площадь после революции. А когда памятник поставили, ее переименовали из Екатерины Славской в Сусанинскую. И сейчас очень современно стало арт-объекты, у которых люди загадывают желания, фотографируются. Нет, скульптор сказал, это дань вот тем голубям, которые живут на этой площади. Сейчас их немного, а так их было прямо вся площадь, все на этих голубях. Откуда же у нас голуби кончились? От мучных рядов. Почему же мы все-таки родины снимаем? Род Островских. Это Костромской род. Род священнослужителей. Церковь собора Покородицы срублена в 1552 году. Она сюда вывезена, она не здесь находилась, ее привезли как экспонат музея. А музей деревянного зодчества у нас за стенами Свято-Троицкой обители. А здесь администрация и здесь колледж при балете. В годы войны Кострома была тыловым городом. Мы не подвергались разрушениям. Единственный снаряд, который был сброшен, его хотели сбросить на железнодорожный мост, но не получилось. И сбросили на склад большой льняной мануфактуры. Находится старейший русский драматический театр, который носит имя Александра Николаевича Островского с правой стороны. Видите, люди идут на спектакль как раз сейчас. В это здание театр переехал в 60-е годы 19-го столетия. История театра с 1808 года. И среди имен Бориса Годунова, Михаила Романова, Кустодиева, Островского есть имя главного архитектора города 50-х, в калерии Густавовны Торо. Родился первый русский актер Федор Волков. Сейчас здесь музей театрального костюма. Оба Годуновых у нас снималась. Исаев, Доктор Живага. Это все фильмы очень черный, очень красивый. Фильм тоже снимался в Костроме. Но один из последних фильмов, который снимался буквально летом, прошедшим летом, это был фильм «Вторая часть Ростов». Первая часть уже демонстрировалась по телевизору, а вторую часть снимали у нас в наших красных видах. Наши еще кухни, когда было было пупечески, они приезжали именно в Сударую, в Сударую, в Сударую. История, в Сударую, в Сударую. В 1913-й год, когда было страшное осмотрное время, и семьи Ивановна Шерстова и ее лени-сын Михаила Романов находились в Москве, в Кремле, в Закложниках практически. Все бояры были там закрыты. И вот тогда Руги вратил Московского Кремля, чтобы семьи Ивановна с сыном поехала в свое именье, которое было на Костромских берегах, именье Домнино. А ведь именье – это не просто вот один усадебный дом, там еще 52 деревочки. И всем этим должен был управлять какой-то надежный человек. И вот таким крепостным крестьянином, доверенным лицом практически, и был Иван Сусанин, местный доверенный лицом Ксении Ивановны. И приехав в Домнино, конечно, Ксения Ивановна надеялась, скорее всего, что там без заказа. Но отряд карателей приходит, требует вывезти к богатой садьбе. Иван Сусанин, местный крестьянец, естественно, хорошо знающий все окрестности, он повел в совершенно противоположную сторону. Он сказал, что надо им идти через деревню Искупова. Через сына мы идем в сторону Костромы, но Иван Сусанин погибает совсем отрядом в этом полосе. Вот и покидаем Кострому до новых встреч. Надеемся побывать здесь. Костромы на воду. Вот и Костромы на воду. И что, река Волта? Вот эта широкая навичка садьбе. Костромы на воду. Костромы на воду.